Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Среда, 13 декабря, и напомню, что сегодня день насыщен макроэкономическими данными. Сегодня будут публиковаться такие данные, как инфляция по США, запасы сырой нефти и решение по процентной ставке вечером. На канале Адмирал Маркес будет вестись прямая онлайн-трансляция с комментариями Фредерика Даниэля. Ссылка на данные стримы вы сможете найти под описанием к этому видео. Ну а мы переходим к нашему обзору и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар вчера смогла обновить локальный минимум за неделю, ушли ниже минимальных значений 8 декабря, что нас вернуло в фазу снижения по паре евро-доллар с целями движения на отметку 1.1717 и далее на 1.1660. Возврат к покупкам по данной паре мы сможем рассматривать после обновления максимальных значений, которые мы видели вчера, отметка 1.1792. Пара британский фунт, американский доллар вчера также смогла обновить минимальные значения за 7 декабря. Мы вновь перешли в фазу снижения и на текущий момент ближайшие цели это уйти ниже отметки 1.3002, 3302 и далее уже пойти на 1.31. Возврат к покупкам по данной паре мы будем рассматривать после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 1.3379. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое восходящее движение. Вчера обновили локальные максимумы, доходили до отметки 1.2891. Именно там сейчас находится ближайшая цель для движения на сегодняшний день. Закрепиться выше отметки 1.2890 и далее пойти уже на 29.36. Начало нисходящего движения по данной паре мы будем рассматривать после преодоления минимальных значений, которые мы видели на этой неделе, а именно отметка 1.2812. Пара американский доллар, японская иена сегодня с утра торговалась ниже минимальных значений, которые мы видели вчера, ниже отметки 1.1336, что в рамках часового таймфрейма нас возвращает пока к продажам. По крайней мере до тех пор, пока не обновлены максимальные значения, которые мы видели вчера в области 1.1374, поэтому пока мы ожидаем снижения по данной паре с целями движения на 112.20 и с более долгими целями на 110.80. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое восходящее движение. Ближайшие цели на сегодня это закрепиться выше отметки 75.79, ну и далее уже пойти на 76.60. Возврат к продажам по данному активу мы будем рассматривать после преодоления минимальных значений. Вчерашнего дня это отметка 75.18. Еврофунт продолжает свое восходящее движение. Ближайшая цель это закрепиться все-таки выше отметки 88.44. Уже практически вторую неделю торгуемся вблизи данного уровня сопротивления, но пара никак не может его преодолеть. Если мы увидим полноценное закрепление за этим уровнем, то уже откроются следующие цели движения на 90.35. Ну а цели по нисходящему движению в том случае, если мы увидим обновление минимальных значений вчерашнего дня, то движение уже на 86.87 сможем рассматривать. По золоту тенденция нисходящая продолжается. Вчера обновили вновь минимальные значения, доходили до отметки 1236 долларов за тройскую унцию. И следующая цель для нисходящего движения это отметка 1219 долларов. Возврат к покупкам по данному активу будем рассматривать после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера, на отметке 1246 долларов за тройскую унцию, с целями движения на 1279 и на 1298. Нефть марки Brent продолжает свое восходящее движение. Вчера мы довольно-таки сильно скорректировались после обновления максимальных значений в области 66.22, упали до отметки 63.45, но основной тенденцией это не поменяло, и тенденция остается на укрепление также. Ближайшая цель – это закрепиться выше отметки 66.36, и далее уже пойти на 69. По индексу DAX мы также видим продолжение восходящего движения. Ближайшая цель – это уйти выше отметки 13184 и пойти на 13260. Возврат к продажам, значит, продолжение коррекционного движения по индексу DAX мы сможем рассматривать после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера, на отметке 13079. Ну и биткоин несколько снизил обороты. Вчера мы доходили до отметки 17478 долларов за один биткоин. Тенденция восходящая продолжается. Ну а начало коррекции мы сможем рассматривать в том случае, если биткоин уйдет ниже отметки 16194, минимальное значение, которое мы увидели вчера. Ну а на текущий момент тенденция на укрепление сохраняется. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Напоминаю, что если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк. Если у вас есть вопросы, то пишите в комментариях и увидимся на следующем уже онлайн обзоре. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания.